Здравствуйте, наши юные читатели! Польская библиотека имени Адам Мицкевич продолжает знакомить вас с польской литературой. И сегодня вашему вниманию я предлагаю повесть Яна Бжехова «Академия пана Кляксы». Слушайте внимательно. Меня зовут Адам Несогласко, мне 12 лет. И вот уже полгода, как я учусь в Академии пана Кляксы. Покуда я жил дома, у меня вечно что-нибудь не ладилось. Я опаздывал в школу, не успевал приготовить уроки, и за что бы я ни взялся, все у меня валилось из рук. Стоило мне дотронуться до стакана или блюдца, как они разлетались в дребезги. Я терпеть не мог морковного супа, а дома, как назло, каждый день меня заставляли есть морковный суп, потому что он полезен для здоровья. Словом, когда в довершение всех бед я облил чернилами скатерть, мамин новый костюм и свои штаны, родители решили отдать меня на воспитание пану Клякси. Академия пана Кляксы находится в самом конце шоколадной улицы, в большом четырехэтажном доме из разноцветного кирпича. На первом этаже размещены классы, где идут уроки. На втором находится спальня и столовая. И, наконец, на третьем в одной комнате живет пан Клякса. Остальные комнаты закрыты на ключ. А вот на четвертом этаже пан Клякс сохранит свои самые сокровенные тайны. Входить туда никому не разрешается, но если бы даже кому-нибудь и взбрело в голову туда забраться, он бы не смог, потому что лестница ведет только до третьего этажа, и пану Клякси самому приходится лазить туда через трубу. Да, я чуть не забыл сказать, что наша академия стоит посреди огромного парка. Выходить за ограду без пана Кляксы нам запрещено, ведь это необычная ограда. Правда, со стороны улицы она ничем не отличается от других оград, но зато с внутренней стороны в ней было множество железных дверей, расположенных одна возле другой и закрытых на маленькие серебряные замки. Эти дверцы ведут в соседние сказки, с которыми пан Клякса в большой дружбе. На каждой дверце табличка с названием сказки. Ключи от дверей пан Клякса хранит в большой серебряной шкатулке и всегда помнит, какой из ключей от какого замка. Часто он посылает нас в какую-нибудь сказку за покупками. Больше всего везет мне, потому что я рыжий и бросаюсь в глаза. Как-то раз у пана Кляксы закончились спички. Он позвал меня, дал мне маленький золотой ключик на золотом колечке и сказал, «Адам, сбегай в сказку Андерсена, девочка со спичками, и принеси для меня коробок спичек». Вне себя от радости я помчался в парк и уже не знаю, каким чудом оказался у нужной мне дверцы. Через секунду я был уже по ту сторону ограды. Глазам моим предстала многолюдная улица незнакомого города. Шел снег, хотя у нас в это время было лето. Прохожие поеживались от холода, а мне было тепло, и ни одна снежинка на меня не упала. Я очень удивился. Заметив это, ко мне подошел высокий седой человек, погладил меня по голове и сказал, «Здравствуй, мальчик, я Андерсон. Чему ты удивляешься? Тому, что здесь снег и мороз, в то время, как у вас июнь и поспевают черешни?» «Да? Но ведь ты из совсем другой сказки. Как ты сюда попал?» «Я пришел за спичками. Меня послал пан Клякса». «Так ты от пана Кляксы!» радостно воскликнул Андерсон. «Я очень люблю этого чудака. Сейчас ты получишь спички». Он хлопнул в ладоши, и тут же из-за угла показалась маленькая, продрогшая девочка со спичками. Андерсон взял у нее один коробок и подал мне, «На, отнеси пану Кляксе!» А девочка улыбнулась мне и помахала на прощание рукой. И Андерсон провел меня до дверцы. Когда я рассказал ребятам о моем приключении, они больше всего позавидовали моему знакомству с Андерсоном. Потом мне часто доводилось ходить и в другие сказки со своими поручениями. То за сапогами в сказку про кота в сапогах, то за самим котом, когда в кладовое пана Клякса завелись мыши. И однажды, когда нечем было подмести двор, я даже ходил за метлой к ведьме из сказки про Лысую гору. Но в один прекрасный день случилось вот что. К нам в академию явился незнакомец в широкой бархатном кафтане, в широких коротких бархатных штанах и шляпе с пером. Оказалось, спящая принцесса, проснувшись, пригласила нас всех учеников на полдник. Вряд ли вы знаете, какой полдник у царевен, тем более сказочных. Сначала лакеи принесли на подносах пирожные с кремом, потом отдельно крем в больших серебряных чашах. Каждый получил столько, сколько хотел. К пирожным был подан шоколад по три стаканчика сразу, и в каждом стаканчике плавали маленькие шоколадинки. На столе стояло множество тарелок с марципанами, мармеладом, конфетами и цукатами. А под конец появились хрустальные вазы с виноградом, персиками, мандаринами, клубниками и мороженое в шоколадных стаканчиках. Царевна улыбалась, уговаривала есть как можно больше, а она уверяла, что нам это ничуть не повредит. Я сунул в карман несколько порций мороженого, но оно растаяло и потекло у меня по ногам. К счастью, никто этого не заметил. После полдника царевна приказала запрячь в маленькую каретку двух пони и довезла нас до самой академии. «Кланитесь от меня, пану Клякси!» – сказала она на прощание. «Скажите, что я приглашаю его на бабочек в шоколаде!» И потом добавила, «Я столько слышала про сказки пана Клякси, что когда-нибудь я непременно его навещу. Так я и узнал, что у пана Клякси есть свои сказки, но услышать их мне удалось гораздо позже. А вот какие новые сказки услышал Адам у пана Клякси, вы узнаете, только прочитав книжку «Академия пана Клякси». И я вам желаю приятного чтения и до новых встреч!